Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы слушаете Радио Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый день всем. Действительно, начинается программа «Диагноз недели». Хочу напомнить, что нас можно слушать как в 16, в 16 часов выходит повтор программы, так и после 11 часов, врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов в нашей студии. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Вот буквально перед вами была программа, где действительно люди могли пожаловаться, излить свои какие-то вопросы по коммунальному хозяйству, и очень много действительно упиралось в какое-то понимание людей, несправедливость закона, в том, что они оказываются вынуждены платить, как они считают, за других людей, где-то какие-то, ну вот, вызывает это действительно бурную реакцию, и переходит это все в какое-то вот искреннее негодование, и можно сказать, действительно, праведный гнев. Как же так? Почему так все устроено? Почему вот собственник земли может только получать, например, деньги, а все обустройство этого земельного участка, на котором стоит дом, ложится на плечи жильцов? Ну, такие вот, например, вот законы, которые, ну, если вы хотите поменять закон, очевидно, нужно действовать издалека. Вот сегодня заявленная тема – негодование, чувство превосходства и праведный гнев. Моральное превосходство. Моральное. Негодование, возмущение, на всем хорошо знакома эмоция. И если мы посмотрим современные социальные сети, то я бы сказал, что преобладающие эмоции, в общем-то, в бесконечных баталиях, сражениях, на самые разные темы политические. Холивард называют, да, это такие вот. Да. И здесь интересная вещь. Ну, в основе негодования, возмущения лежит такая, одна из самых базовых эмоций, как гнев. Это базовая эмоция, которая способствует нашему выживанию. Она негативна, но эта эмоция даёт нам силы защищаться, даёт нам силы бороться с тем, что нам угрожает. Но человек, испытывающий гнев, обычно не очень рад этому. Это сильная, отрицательная эмоция. И, наверное, негодование и возмущение мы тоже, по идее, оно должно быть неприятным. Вот случай, который вы привели, люди, возмущающиеся по поводу земельных, владельцев земли на государственных дома, несправедливости по отношению к ним и так далее, это тоже негативная эмоция. Эмоция – это всем известный вид, когда мы негодуем, возмущаемся, когда кто-то ущемляет наши права, когда кто-то из близких людей предаёт нас, или когда кто-то, кому вроде как положено защищать, тоже государство или какая-то организация этого не делает, когда кто-то пересекает наши границы. То есть обычно такое индивидуальное негодование между тобой и кем-то другим, кем-то конкретным человеком. Но если мы посмотрим на то, что происходит, мы обнаружим, что есть второй тип негодования, который, как ни странно, является позитивной эмоцией. Негодование, которое у человека становится хорошо. И это негодование, которое мы тоже видим в соцсетях, мы тоже видим в публичных диспутах, это негодование, направленное не на то, чтобы бороться с причинённым тебе или кому-то злом. Это негодование не от того, что ты чувствуешь себя обиженным. Это негодование, направленное на поднимание собственного статуса, в глазах собственных и ещё больше в глазах окружающих. То есть я бы привёл сразу пример граммар нации. Вот люди, которые выискивают ошибки в постах других людей и возмущаются, говоря о том, ну как же можно писать с ошибками, и вообще вот что это за безобразие. Мне кажется, что они испытывают как бы моральное, ну может быть человек мог, мы знаем, что часто набирая текст, мы можем перепутать букву, поставить не ту букву, написать с ошибкой просто потому, что мы опечат, это опечатка, а не свидетельство безграмотности человека. Ну, а между тем вот такое ощущение, что человек получает вот наслаждение, я грамотный, я вижу твою ошибку, значит я умнее тебя. – Совершенно право, Олег, это известное явление, и я для себя давно понял критерий, где человек, ну, вверх, все имеют право на ошибку. Кто-то может опечататься, а кто-то может действительно не знать, как правильно пишется слово, за это не казнят. Казнить нельзя помиловать, здесь не работает. Речь скорее о другом. Я для себя вижу простой способ различить, что движет человек. Если человек хочет поправить твою ошибку, он пишет тебе в личном сообщении. Вы сделали ту или иную ошибку. И тебе говорят спасибо, и исправляют ошибку. Если человек с негодованием пишет это в публичных комментариях, то это явно его желание ощутить некое превосходство над тобой, принизить тебя. И грамматические ошибки еще, конечно, самые безобидные, самые безобидные проявления подобных амбиций. Тут мы выходим на тему того самого морального превосходства. Это не просто дискуссия. Это способ поднять своего статуса. Это способ унижения оппонента или целой группы оппонентов. На самом деле мы часто можем встретить или в дискуссиях, устных или в соцсетях некие глобальные заявления. Ну как же так можно поступать? Или ну как же таких людей носит земля? Или как вообще можно думать таким образом? Люди ли вы после этого? И так далее, и так далее, и так далее. Вот везде, где начинаются глобальные риторические вопросы, у меня сразу возникает чувство, что это некий монолог, некий способ произвести впечатление на окружающих. Это явно не конструктивная беседа. Это явно не попытка кого-то переубедить. Это сразу то самое моральное негодование. Вот у нас в теме передач существует понятие «праведный гнев». Гнев – эмоция отрицательная. Но добавьте к ней слово «праведный», и она сразу является неким положительным явлением, поступком. Ты имеешь праведный гнев и проявляй в это, совершаешь доброе дело. Неважно, это казнь еретиков, это загоняние куда-то в гетто инакомыслящих, или чтобы ты не был в этом духе. Наверное, чаще всего, если какие-то явления исторического масштаба, праведный гнев возникает во времена каких-нибудь войн. У каждой стороны гнев всегда праведный. Никто больше не говорит, мы защищаем неправедное дело. У всех есть четкие моральные обоснования для этого. Опять же, мы вспомним песню «Вставай, страна огромная». Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Благородная ярость. Мы защищаем свою страну, и наша ярость, наш гнев – это благородное чувство нас сплачивает, объединяет и даёт силы чему-то противостоять. И, наверное, ярость бывает благородной, и гнев бывает праведным. Но как часто это становится способом не разрешать некую проблему, а ощущать «я благороден», «я праведен», «мой гнев праведен». Мои соперники – люди ничтожные, в лучшем случае просто ошибающиеся. Ну, это сразу можно вспомнить и 1937 год, там расстрелять как бешеных собак, и чуть попозже там Пастернака не считал, но осуждаю, когда люди выходили на трибуны и вот таким праведным гневом крыли. Я думаю, в те годы трудно понять. Люди высказывались это, потому что боялись выглядеть другими, боялись, что если не присоединяться к всеобщему осуждению, что будет с ними, не сочтут ли их тоже преступниками и врагами. Но, наверное, кто-то очень искренне бичевал врагов. Я в этом более чем уверен. Я думаю, что само ощущение, что ты испытываешь некое моральное превосходство и даже удовлетворение, то, что ты чувствуешь, по идее, должно тебя настораживать. Если я гневаюсь и мне от этого хорошо, это уже повод к себе внимательно прислушаться. Наверняка у этих механизмов, если задуматься, были какие-то, скажем так, эволюционные предшественники. Вот если мы попробуем подумать о далеком человеческом прошлом, племя, клан и так далее. От того, какое место ты занимаешь во всем этом, от твоего социального статуса, зависит и твой уровень, твои доходы. В конце концов, тебя приветствуют в этом месте или от тебя ты там нежелателен. И, естественно, твои возможности на брачные перспективы. Насколько ты котируешься, от этого и зависит твоя возможность найти себе партнера. И чем выше твои котировки, тем лучше шанс, тем лучшего партнера тебе шанс заполучить. И, как мы понимаем, в такой среде человек, который успевает обеспечить себе позиции сильные, популярные, человек, который способен осуждать окружающих и к нему прислушиваться, он, очевидно, и более популярен. То есть, в общем-то, добиться, подчеркнуть свое превосходство, свой социальный статус, это какая-то гарантия того, что ты займешь некую выгодную позицию в своем социуме, что ты получишь, у тебя будут шансы создать семью, потомство и так далее. Это все времена давно минувших, давно минувшие времена. Сейчас вроде бы, ну, наверное, я только в политических дебатах, умение кидаться всякими субстанциями в противника и доказывать, что лучше, что ты превосходишь по всем позициям, в том числе и по моральным, это, наверное, на звонок. Нет, нет, я просто проверяю, посмотрю, вот так, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, на всякий случай. Это твой шанс победить в политических баталиях, снискать симпатии избирателей и так далее, и так далее. Наверное, политика стала самым актуальным местом для этого. Так вот, каким образом мы можем задаться вопросом, что такое наше моральное превосходство, насколько оно оправдано, насколько мы имеем право на ощущение своего превосходства. Я думаю, что здесь всегда надо, то, что нам нужно, это быть честным с собой. И знаете, ряд вопросов, на которые попытаться искренне ответить. Ну, например, то, что я сейчас высказываю свои взгляды и осуждаю этого, кто не согласен. Чувствую ли себя от этого лучше? Хорошо ли мне от этого? Следующий вопрос. Я для чего это высказываю? Для того, чтобы добиться каких-то перемен в этом мире или в первую очередь ощутить свое превосходство? Высказываю это для того, вступаю ли я в дискуссию, для того, чтобы люди, с которыми я спорю, почувствовали себя плохо. Хочу ли я их принизить? Хочу ли я сделать так, чтобы эти люди стыдились своих взглядов? Чтобы они каялись, раскаивались и вообще краснели, запинались и уходили? Вот, мне кажется, это очень важный набор вопросов к самому себе для того, чтобы ответить себе, чего ради я все это делаю. Ну, давайте посмотрим на все дискуссии нынче в соцсетях. Очень часто речь не идет об аргументациях взглядов. Речь, может быть, идет об унижении и оскорблении того, кто с тобой не согласен. Где-то недавно мне попалась статья о современной новой этике, борьбе с расизмом в Соединенных Штатах и в одном из курсов, которые идут в школах, в университетах по борьбе с расизмом есть такая интересная штука, картинка, которая называется «Пирамида расизма». То есть в основе лежат разные более-менее безобидные утверждения, а вершины это геноцид, то есть что тебя приводит к тому, чтобы стать полноценным расистом. Так вот, среди утверждений, которые считаются ступеньками на пути к тому, стать расистом, есть утверждение вроде того, что у каждого явления есть две стороны или можно иметь разные мнения. то есть есть некие аксиомы, которые как только ты вообще пытаешься сказать, что может и другое мнение, ты уже превращаешься в расиста в данном случае. спорные, честно говоря, мне кажется, тезис. Спорные, но тем не менее, это, наверное, тема отдельных передач, к счастью, у нас в Латвии тема расизма не так актуальна, борьба с ним. Как и проявление расизма, так и борьба с расистами или теми, кого ими назначают. Но мне кажется, что здесь скорее даже просто у нас не так много объектов, которые могли бы выйти, потому что можно вспомнить даже появление людей с другим цветом кожи все равно вызывает какие-то вопросы и утверждение, вспомним политическую рекламу, хочешь ли ты, чтобы у тебя был такой зять, когда было, по-моему, национальное объединение, реклама политическая против миграции. И там изображался человек с темной кожей, с темным цветом кожи. То есть, достаточно так было достаточно, по меркам это, в принципе, все попадало бы в другой стране абсолютно под критерии. Наверное. И вопрос такой провокационный достаточно. Точно, можно сказать, хочешь, у тебя был взять другой национальности и еще что-нибудь в этом духе. И это ведь тоже, в общем-то, о моральном превосходстве. Мы и наши взгляды заведомо превосходят ваши взгляды. Мы и наши взгляды заведомо лучше, чем... Ваши и значимы, что мы лучше, чем вы. О чем, в общем-то, идет обычно дискуссия, редко звучит какая-то более не логическая аргументация. Люди в первую очень занимаются тем, чтобы унизить оппонента, называть его разными словами и в общем-то их при этом, как бы сказать, потому что не очень волнует, что их чувствует. Они хотят, чтобы оппонент чувствовал себя плохо. Очень, конечно, соблазнительно свести это и исключительно к политическому противостоянию. Но этой темой занимались психологи, ее исследовали, и они обнаружили такую интересную вещь, что на самом деле это праведное негодование и чувство морального превосходства обычно связано не с политическими различиями во взглядах, а связано с политической полярностью. То есть люди, занимающие крайние позиции, крайне левые или крайне правые, люди, которые занимают самую крайнюю позицию их убеждениях, это люди практически всегда не оперирующие логикой, не оперирующие аргументами, уважающими собеседника. Это люди всегда высказывают, что их позиции радикальны, мнения их радикальны, и они всегда стараются морально уничтожить противника, как мы знаем, что такое политические экстремисты, не только морально. Мне кажется, можно поставить себе вопрос, начиная дискуссию, готов ли ты, слушая аргументы своего оппонента, изменить свое мнение, или ты ведешь просто войну на уничтожение, не согла... даже если его аргументы будут логическими, ты просто их будешь отметать или пытаться каким-то образом отрицать. Я всегда спрашиваю себя в споре, готов ли я, если вдруг пойму, что моя позиция неправильная, изменить ее, признать, что да, я в принципе был неправ, или в частности, или в общем. Не самое легкое занятие прислушаться к себе и издать вопрос, возможно, я не прав, даже в тех вопросах, который просто невероятно уверен в своей правоте, или, возможно, в аргументах оппонента есть рациональные вещи, к которым стоит прислушаться, где может спать в дискуссию. О том-то и речь, что человек, занимающий позицию морального превосходства правильного не готов дискутировать вообще. И, наверное, да, к крайней степени свят даже не радикальные разницы во взглядах. Это люди, которые от их праведный гнев дает им право думать, что люди иных взглядов вообще не имеют права на существование. Тогда начинается терроризм, тогда начинаются убийства, тогда начинаются, да, наверное, геноцид и тому подобные вещи. Вся возникает интересный вопрос. это людей такими делают их радикальные политические взгляды или людей такими, или люди со специфическим складом личности приходят и занимают эти радикальные позиции. На самом деле, я думаю, это вопрос случайности, что они называют левую или правую позицию. это то, что они выберут, не так уж важно, потому что отношение к иному мнению в них заложено, и это стремление самоутверждения за чужой счет, стремление самоутверждения за счет унижения кого-то, втаптывания вместе с его мнением, это очень личностная характеристика. Я думаю, что если мы задумаемся, простите за тавтологию, что это за образ? Человек, который абсолютно уверен в своей правоте, человек, который совершенно не интересует чужое мнение, человек, который считает, что это естественно и логично его превосходство на окружающего правота, это нарцисс. Это очень близко к нарциссическому расстройству личности. Человек, для которого другие люди по его искреннему убеждению недостойны его, что он испытывает вечное чувство превосходства и другие люди или должны подтверждать его превосходство или если с ним не согласны, они должны быть уничтожены в лучшем случае морально. И наверное если мы поищем в современном политическом спектре в самых разных странах и политических силах мы найдем очень большое количество нарциссических персонажей. Некоторые нарциссические черты, как мы знаем, свойства любому человеку. У них есть некая эволюционная польза тоже. Она помогает тебе добиваться чего-то для себя, она помогает тебе самоутверждаться, искать для себя лучших условий, но когда речь о нарциссическом расстройстве, то это принимает крайние формы и тогда кто не с нами тот против нас должен быть уничтожен. Был ли Ленин нарциссической личностью при его действительно таком абсолютно страшном негативе против всех, кто выражал несогласие с его точкой зрения и то, что он пытался любыми способами уничтожить противника, я имею ввиду в политической борьбе, раскол на большевиков, меньшевиков, внутри партийной борьбы. Я не рискнул ставить диагнозы. Владимиру Ильичу это достаточно масштабная фигура, чтобы просто втих в рамки нарцисса. Я думаю, это времена революционные, времена смены власти и физического уничтожения инакомыслящих. Это вообще изначально люди очень специфические, это люди с отсутствием уважения к чужим жизням или, скажем, к жизням своих врагов и оппонентов. Я думаю, времена революции и войн это очень распространенные явления. Был звонок, а вот снова начал дозваниваться. Здравствуйте. 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 Что значит термин сломать человека? Можно ли сломать человека вербально, особенно если жертва зависит от злодея, например, ученик, учитель, работник, начальник? Какие последствия для здоровья при этом? Спасибо. Спасибо. Ну, сломать человека – это не медицинский термин, как мы понимаем, это больше из повседневной жизни. Наверное, сломать человека – это лишить его воли к жизни, это лишить его ощущения своей правоты и прав на что-то, это фактически морально его уничтожить, или сделать его бессловесным и покорным, который будет из страха выполнять то, что от него требуется, или довести его до некоего самоуничтожения. Наверное, сломать человека – это то, что происходило в различных концлагерях, при тоталитарных режимах, когда человека с помощью тяжелой бессмысленной работы, с помощью бесконечного страха превращали в животное, в инструмент, когда человек просто тупо терял интерес к своему выживанию и сохранению, или готов был, наоборот, на любые унижения, предательства, убийства, лишь бы выжить. Вот тут, наверное, более легкая спрашивается, вот интересуется форма, может ли, ну, например, начальник, который постоянно оскорбляет, ну, то есть, вот мы же знаем, есть модель, вот я начальник, ты дурак, и вот начальник, который полностью убежден в том, что его подчиненный некомпетентен, и всячески пытается вот унизить его, может быть, из страха, что он может подсидеть его, или так далее. я думаю, что начальник, который известен тем, что унижает подчиненных, и пытается полностью подвести их в волю, это, скорее всего, или та же нарциссическая личность, или личность, наделенная садистическими чертами, которая готова к тому, чтобы, может, получает удовольствие от унижения и подчинения других людей. Да, наверное, можно и сломать, но, мне кажется, бывают моменты, исторические этапы, когда ты теряешь работу, и у тебя есть все шансы умереть с голода, или оставить свою семью голодать. Но, все-таки, мне кажется, люди всегда способны отыскать некую альтернативу и бороться. В наше время, мне кажется, есть, мы, как все, живем не в самом справедливом мире и обществе, и, наверное, идеальный мир это утопия, но, мне кажется, на сегодняшний у нас есть инструменты для того, чтобы защищать себя, мы можем бороться, мы можем менять место, мы можем менять страну проживания. Наверное, у каждого есть от природы свои ресурсы к этому, материальные, интеллектуальные, людям, которые значительно старше, куда труднее меняться и адаптироваться к переменам. Ну, когда нас хотят сломать, у нас всегда есть возможность и вопрос, насколько я готов ломаться. Кстати, вот если говорить о, мы говорили о концлагерях, люди, которые не ломались, люди, которые выживали, люди, у которых, во-первых, было некое самоуважение и, во-вторых, занятие мыслей, идеей, которые придавали смысл. Как известно, выжить давала шанс, давала шанс религия. Люди, которые были искренне верующими, их убеждение, их вера давала им силы не ломаться. У них были некие принципы, которым они следовали. Были люди, которые, не являясь верующими, но при этом это были люди, у которых было очень развитое чувство самолюбия или это люди, у которых был очень развитый интеллект и они, находясь в концлагере, мысленно писали книги, исследовали некие идеи. Поэтому, наверное, очень субъективная и личная история кто где сломается. Возвращаясь к нашей теме, возвращаясь к нашей теме, мне кажется, в любой дискуссии, в любой ситуации, когда мы имеем дело с попыткой подавить тебя, когда мы имеем дело с человеком одержимым, праведным гневом и навязывающим тебе моральное превосходство, это всегда двусторонняя ситуация. С одной стороны, как я уже перечислил, вопросы, которые может себе задать сам человек, наслаждающийся моральным превосходством, чего ради я это делаю и направлено ли это негодование на решение проблемы или на возвышение моей самооценки и растаптывание врагов и инакомыслящих. Но тот же вопрос вместо иной формулировки могут задавать себе люди, которые имеют дело с подобным персонажем. Когда на вас обрушиваются сквалом аргументов, оскорблений, когда пытаются заглушить и подавить вашу уверенность в праве на свое мнение, в праве на свои аргументы, мне кажется, это человек, на которого все это обрушивается, тоже всегда может задать себе вопрос, что сейчас происходит? Вот человек, который со мной спорит, он как спорит? Он спорит аргументированно или он постоянно переходит на личность и пытается оскорблять меня и мои взгляды? Если он ведет себя именно так, зачем он это делает? И более того, человек, который на нас обрушивается с потоком оскорблений, критики и безапелляционных утверждений, он пытается выглядеть очень сильным, очень страшным, подавить тебя. Но когда мы имеем дело с человеком, который на нас давит и пытается задавить криками, оскорблениями и демонстрация своей силой и гипертрофированной уверенности, мы точно можем ощутить и понять, что это неуверенный в себе человек, что человек неуверенный в своей правоте. И когда мы задавим себе вопрос, он сейчас с нами спорит по существу или пытается нам навязать свое превосходство, что он лучше, чем мы, умнее, чем мы, что мы ничтожны и так далее, и так далее, то есть мы точно имеем дело с проблемной, ущербной личностью. И мы точно этот поток гнева и оскорблений не должны принимать на свой счет. Это не с нами что-то не так, это с ним что-то не так. Способ дискуссии всегда очень важен и всегда выдает, что из себя представляет человек. Дискуссия, в которой демонстрируется и подчеркивается неуважение к оппоненту, дискуссия, в которой нет рациональной, логической аргументации, а есть набор лозунгов и утверждений, мы имеем полное право из нее выйти, потому что спорить с такими людьми очень бессмысленно. Даже если этому человеку скажешь, что не кажется, что ты сейчас пытаешься самоутвердиться за мой счет, наверное, есть шанс, что кто-нибудь задумается, скажет, извини, я увлокся. Но, скорее всего, мы вызовем очередной поток оскорблений, криков, утверждений и так далее. Поэтому находиться в подобной дискуссии занятие, во-первых, бессмысленное, а, во-вторых, достаточно травматичное. То есть, как бы мы ни были уверены в себе, находиться под шквалом оскорблений, ехидных замечаний в свой адрес и так далее, это не полезно, это тебя так или иначе задевает, особенности неуверенности тебя задевают очень сильно, и это не меняет ни твои взгляды на жизнь, это не обогащает твой интеллектуальный багаж, ни твой опыт, ты просто имеешь дело с агрессором, который пытается самоутвердиться. И даже если он считает свой гнев праведным, это совершенно необязательно принимать тебе это как праведный гнев. И вот я считаю, что обе стороны конфликта, или хотя бы одна из них, должна задавать себе вопросы, что сейчас происходит, почему я об этом спорю, и зачем я продолжаю спорить, и с кем я имею дело. И еще раз повторюсь, к сожалению, вот это моральное осуждение, моральное негодование и праведный гнев на сегодняшний день у этого просто шквал. Вот мы почитаем любые новости, не только политические битвы, история с Джоун Роулингс и оппонирующим ее недругом, история с самыми разными общественными деятелями, актерами, вцами и так далее, везде бушуют войны, везде бушуют войны фанатично праведные. И каждому стоит задать себе вопрос, для чего он в этом участвует и хочет ли он в этом участвует, и опять повторюсь, с кем я имею дело, кто и зачем пытается меня задавить и пытается внушить мне мою неправоту, преступность моих взглядов и так далее, и так далее. Сразу вспоминаю сейчас фразу, которая стала невероятно популярной, кто как обзывается, то так и называется. И это тоже. И это тоже. Эта фраза тоже достаточно характерна. Это тоже переход. Когда один человек другого просто называют убийцей, я не уверен, что это хороший способ диалога. И конечно, ответ ироничный, но мне кажется, это грустно, когда даже лидеры крупнейших мировых держав начинают друг о друге говорить на таком уровне. Да, печальный пример. Ну что же, спасибо большое, Рейли Резник Мартов, врач-психиатр, психотерапевт. Сегодня мы говорили о негодовании, моральном превосходстве и праведном гневе. В следующий понедельник у вас тоже будет возможность, я уже обращаюсь к нашим слушателям, принять участие в дискуссии, задавать вопросы 67212-193-9, 67213-193-9, спасибо большое, до следующего понедельника. Всего доброго.